Агат – полудрагоценный камень. Известен человечеству с первобытных времён. Некоторые народы считают его магическим, спасающим от сглаза. И действительно, когда рассматриваешь экспонаты новой выставки «Бразильские агаты», которая открылась в Ульяновском областном краеведческом музее, они как будто завораживают тебя. Ты не можешь оторвать глаз от разнообразных каменных узоров. Таких больших у нас нету. У нас есть агаты просто поменьше. То есть не такая, скажем так, миндалекаменные лавы у нас, не такие пузырчатые, как в Бразилии. Но самые крупные агаты – это у нас Магадан, Чукотка. Вот оттуда самые крупные агаты привозят. И они тоже красивые и разнообразные. Поэтому агатов двух одинаковых практически не бывает. Основная особенность коллекции из фондов музея-заповедника «Казанский Кремль» – необычная величина срезов миндалин агатов. Посетители выставки без сомнения получат массу положительных эмоций и счастливых открытий. Тем более, что по одной из версий толкования название камня «Ахатес» означает «счастливый». Агаты – это разновидность элцидона, скрытокристаллический кварц, другими словами. То есть силицию, МО-2, если химическую формулу говорить. Ну а чтобы понимать, то силицию, МО-2 – в общем-то самый распространенный минерал. Это тот же песок у нас под ногами на берегу. А это вот в такой вот форме и такая красота. Еще в глубокой древности из агатов вырезались камеи – рисунки с выпуклыми изображениями. Из агаты делались и инталии – камни с резным узором, используемые как печать. На выставке в Краеведческом музее вы увидите картины, подсвеченные изнутри так, что агат видно на просвет. Каждый, глядя на эту или иную картину, может увидеть что-то свое. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ. Продолжение следует...